Здравствуйте! В студии Город Плюс Наталья Смирнова, руководитель Регионального Координационного Центра Движения Молодые Профессионалы и Липина Ксения, тренер и компатриот команды WorldSkills Россия. Друзья, добрый день! А что это за конкурс вообще такой, которую вы представляете? Как он появился и как вы к нему пришли? Ну, конкурсы профессионального мастерства, они всегда и везде существовали, но в послевоединенный период в Европе возникла необходимость стандартизировать те или иные работы. И возникло вот такое движение WorldSkills, мировое мастерство. Россия вступила в это движение в 2012 году и уже в 2014 году Санкт-Петербург стал ассоциированным членом движения WorldSkills Россия. Решением правительства города, оператором, куратором этого движения был назначен комитет по образованию, и он, в свою очередь, оператор... Делегировал. Да, делегировал полномочия, сделал таким вот региональным оператором дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, на базе которого создан региональный коррекционный центр движения молодые профессионалы WorldSkills Россия. Ну вот, с 2012 года так или иначе история началась. Именно в России, именно в Петербурге. Именно в России, да. А что за это время удалось сделать, чего достичь? Вы знаете, я думаю, что здесь был вертикальный взлет не только России, но и Санкт-Петербурга. Потому что, если Россия начинала свои первые вот эти вот такие робкие попытки участвовать в европейских чемпионатах, в мировых чемпионатах с последних мест, наша сборная команда была вот в 2013 году в Лейпциге на предпоследнем месте, то уже в 2015 в Абу-Дабе национальная сборная России заняла первое место как в медальном зачете, так и в командном зачете. То есть за два года прорыв. Почему я говорю, это был вертикальный взлет. А как вообще выглядит соревнование? По каким номинациям соревнуется? Кто туда попадает? Соревнования сориентированы в основном для молодых профессионалов и студентов профессиональных образовательных организаций. Возрастная категория от 16 до 22, по некоторым компетенциям до 25 лет. И участвуют как студенты колледжей, техникумов, так и молодые рабочие. Ну, попадающие в эту возрастную категорию. А по каким номинациям? Как вообще происходит деление на соревнования? Если в мире 55-56 компетенций, по которым соревнуется молодежь, то у нас в России таких компетенций уже 110. Вот. Даже такое в два раза больше. И они делятся, да, на 6 отраслевых блоков. И в каждом блоке очень много компетенций, которые чисто российские. Ну, например? Например, блок образования. Его нет в мировых чемпионатах. Это российское предложение. Так же, как ряд компетенций, предположим, корпоративная защита внутренних угроз. Это тоже чисто российский. Хотя, казалось бы, IT-технологии. Это для всех актуально, да. Но это очень такая тема серьезная. В России будет презентация в Казани этой компетенции для мирового сообщества, да. В августе 2019 года в Казани на мировом чемпионате будет презентация этой компетенции. Ну и так ряд других компетенций, которые тоже чисто российские. Ксения, расскажите о вашем опыте участия в этих соревнованиях. Что касается моего опыта, у меня на сегодняшний день за спиной уже 7 чемпионатов. Впечатляет. Да, достаточно. Начала свое движение в 2017 году, когда приняла уже официальное участие в третьем региональном чемпионате. В региональном это в Петербургском. Да, в Петербурге. Но до этого у нас был еще тренировочный выезд от колледжа туризма и гостиничного сервиса. Поскольку нам предстояло организовать эту компетенцию на региональном чемпионате, нам было необходимо ознакомиться с движением, что это, как это. Этой компетенции до этого не было в соревнованиях. Вообще не было, да. Абсолютно не было. Вот. И посчастливилось, что выбрали меня. В дальнейшем я продолжаю участие и сейчас, да. Являюсь и тренером, и компатриотом. Вот тем лидером планирую на национальный чемпионат поехать. А компатриот это кто? Компатриот это эксперт, который представляет участника. Поясните. Как вам так пояснить? Ну, на примере. У каждого участника есть свой эксперт, который защищает его, который оценивает другие команды. То есть это больше наставничество? Да. Практически наставник, который полностью ведет команду во время чемпионата. Ну, хорошо. Вот вы говорите, семь раз уже принимали участие в тех или иных соревнованиях в рамках этого блока. Чего удалось достичь и как вообще развивается событие? Ну, в первую очередь удалось осмыслить правильность выбора своей профессии. Я полностью в этом убедилась как раз-таки благодаря WorldSkills, да, потому что WorldSkills — это не теоретические знания, это все-таки чемпионаты профмастерства, где мы на практическом уровне узнаем уже о своей профессии. И в рамках тренировок это все очень масштабно познается. А далее это самоуверенность, да, и в дальнейшем возможность для карьерного роста, для развития. Еще раз повторюсь, да, сейчас я уже тренирую две команды, вхожу в тренерский состав колледжа туризма и гостиничного сервиса. У нас сейчас в тренерском составе 10 человек. Планирую быть тим-лидером. И также у нас на следующий год планируется развитие компетенции организации экскурсионных услуг, да, где тоже я принимаю активное участие. У нас есть видео, предлагаю посмотреть, чтобы визуализировать наш с вами разговор и продолжить общение дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ксения, мы видим, что там ребята строгают, выпиливают, что-то точат, а в туризме как происходит соревнование? Там же, ну, не руками что-то делается. Да, там делается все не руками, да, в основном работа у нас проходит на компьютерах. Стоит сказать, что туризм — это командная компетенция, то есть принимают участие два человека в одной команде. У нас несколько модулей, шесть. В старшей линейке четыре, в юниорской линейке. Это турагентская деятельность, туроператорская деятельность, продвижение, реализация турпродукта и специальное задание. Каким образом это все вообще происходит, что защищаем мы, по каким критериям нас оценивают? Ну, в первую очередь, это пакет документации. На каждом модуле достаточно большой пакет документации. Во-вторых, это обработка заказа клиента, да, правильность выбора определенного региона, построение маршрута, соответствие заявки. Ну, приведу пример на агентском модуле. На агентском модуле нам дается заказ от клиента. Нам необходимо узнать все подробности, да, пообщаться с клиентом, провести деловую переписку, выявить все его потребности, да, необходимые, и подобрать наиболее оптимальный тур, который будет соответствовать всем его потребностям и особенностям. И в завершении презентовать его в рамках презентации. Защитить таким образом. Какой модуль, какие соревнования больше всего запомнились? Больше всего запомнился, конечно же, на сфинал. Это в прошлом году? Это в прошлом году, да, на Сахалине. О как, и чем запомнился? Знаете, сама атмосфера, в принципе, самого конкурса, да, почему я сейчас тоже стараюсь по максимуму использовать возможности, чтобы попасть на нацфинал. Это атмосфера, во-первых, конкуренции. Да, приезжают сильнейшие из сильнейших разных регионов, как участники, так и эксперты. Необходимо себя показать на самом высоком уровне. Это определенная ответственность, да, представлять такой замечательный город Санкт-Петербург. Все-таки культурная столица, я считаю, один из самых красивейших городов мира. Это достаточно большая ответственность. А также сама атмосфера, именно когда вы узнаете свои места, да, на награждение. Поддержка вашей сборной, поддержка вообще команды, страны, города в целом. Это те моменты, когда страна объединяется. Так, например, я знаю, что нашу команду поддерживали эксперты и участники из Ярославской области, из Ивановской области. Каждый из них потом нам писал поздравления, поддерживал нас на протяжении всего конкурса. Это, конечно, незабываемо. Региональная команда образования, такое уже межрегиональное, это крайне трепетно догадываюсь. Говорилось о том, что сейчас есть еще юниорские соревнования. Как там обстоят дела? В движении «Молодые профессионалы WorldSkills России» две линейки. Это основная, где возрастная группа от 16 до 22 или 25 лет, и юниорская, которая, в свою очередь, тоже делится на две группы. 10-12, 12-14, 14-16, даже на три группы, потому что 10-12 ее вот вводят сейчас поэтапно. Только появляется, да? Да, вот она появляется и закрепляется уже в чемпионатном движении. Школьники, которые в основном у нас обучаются в центрах технического творчества, дома детского и юношеского творчества. И они выбирают сами уже профессию, они смотрят. В общем-то, это замечательная такая возможность ранней профориентации. Они могут себя попробовать, понять, надо это им или не надо, могут, не могут. И в дальнейшем уже правильно выбрать свой жизненный путь профессиональный. Много говорится о соревновательной составляющей этого конкурса. Но я понимаю, что есть еще некая социальная составляющая, которая говорит о повышении престижа среднего образования и таких полурабочих специальностей. Как здесь обстоят дела? Абсолютно верно. Вот интерес школьников, выпускников школ к тому или иному образовательному учреждению, особенно среднего профессионального образования, как раз складывается из того, насколько это образовательное учреждение активно, не только в движении AllSkills, а и в других проектах, как городских, так и федеральных, и, может быть, мировых каких-то. И, конечно же, вот участие наших колледжей техникумов в движении молодые профессионалы AllSkills Россия, это очень привлекательно для ребят, потому что это движение дает им возможность выстроить свою профессиональную траекторию в самом своем начале пути. Следующий такой интересный вопрос. Если я зритель, да, и хочу познакомиться с этим конкурсом, как это можно сделать? Во время регионального чемпионата площадки у нас, город выбирает очень такие серьезные. Последние четыре года это экспофорум. И во время чемпионатных соревнований, вот в течение трех дней, которые длятся три дня, у нас в этом, ну, предыдущем чемпионате, в последнем прошло 36 тысяч зрителей. В 2019 году когда будет, есть понимание? В 2019 году наш региональный чемпионат четвертый состоится с 4 по 6 декабря. Ну, то есть почти полгода еще до этого. Да, но уже работа начинается. В преддверии надвигающегося чемпионата тоже может быть несколько странный вопрос, но все-таки, а если бы я был студентом среднеобразовательного учреждения, как мне принять участие в этом соревновании? Только через колледж или есть какие-то другие варианты? Ну, вообще, вот в идеале, это может любой человек, вот, не привязанный никакой образовательной организации, заявиться экспертному сообществу, что вот он чувствует... У нас в городе... Давайте тогда немножечко расскажу структуру движения WorldSkills. Национальным оператором является союз WorldSkills. Он территориально расположен в Москве. В каждом регионе есть региональный координационный центр. Наш региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы WorldSkills» создан на базе дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. И вот дворец как региональный оператор уже координирует работу этого движения среди вот обеих линеек движения. И также объединяет вокруг себя профессиональные организации среднего профессионального образования. Также мы не отказываемся от организационно-методического сопровождения для межвузовских чемпионатов. И, в общем-то, одной из задач регионального центра является это создание и координация работы экспертного сообщества. То есть по каждой компетенции в городе уже существуют у нас экспертные сообщества. Это представители не только образовательных организаций, мастера, преподавателей, но и представители социальных партнеров, предприятий, организаций, компаний. Экспертное сообщество постоянно в тесном сотрудничестве работает, готовится от чемпионата к чемпионату. И вот к этому экспертному сообществу может обратиться любой житель нашего города. Но который входит в эту возрастную группу до 20 лет. Да, который попадает в эту возрастную группу, прийти, он может и сказать, что вот я чувствую, что я профессионал, я хотел бы участвовать. Если заявлено участников больше, чем мы можем организовать рабочих мест на чемпионате, то предварительно проводятся отборочные соревнования. И уже одобранные представители, они выходят на региональный чемпионат. Затем победители, либо призеры, это уже в зависимости от того, кто окажется сильнее, попадают в расширенный состав сборной команды Санкт-Петербурга. Мы, в свою очередь, начинаем работать со сборной, расширенным составом, готовим их к участию в отборочных соревнованиях на право участия уже в финале национального чемпионата. Подготовка ведется очень серьезно. Дворец учащейся молодежи организует тренинги как для экспертов, так и, в первую очередь, для участников. И причем, если свои профессиональные компетенции участники оттачивают на базах своих колледжей или же у своих социальных партнеров у них на предприятиях, то софт-компетенции, надпрофессиональные компетенции – это работа с психологом, работа с мастером актерского искусства, потому что тоже они должны себя уметь держать. Это дает дворец. Это все дает дворец, организует. Если совсем-совсем упрощенно, то по-хорошему все должно идти через дворец. То есть любой желающий должен сначала прийти в дворец, найти ваш региональный координационный центр. Это региональный центр, а мы уже ему порекомендуем, куда ему пойти. Ну, будем уверены в том, что ряды петербургских участников чемпионата пополнятся. Спасибо, что были у нас сегодня. Вам успехов, удачи. Надеемся, что вы не только сами будете все чаще побеждать, но и сделаете такую хорошую команду, которая действительно покажет уровень петербургского туризма. Спасибо вам большое. Будем рады видеть вас в нашей студии. Всего доброго. Сегодня в студии «Город плюс» была Наталья Смирнова, руководитель оригинального координационного центра движения «Молодые профессионалы», и Липина Ксения, тренер и компатриот команды WorldSkills «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова